Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Орысев. Кадыров одна из самых неоднозначных политических фигур современности. Очередно этому подтверждение его противоречивая роль или ее отсутствие в убийстве Бориса Немцова. Между тем, кто бы какие ни строил теории, последнее слово, как всегда в России, за Владимиром Владимировичем. Указом от 8 марта Путин наградил Рамзана Кадырова орденом почета, сообщает газета.ру. Пресс-секретарь Путина назвал случайным совпадение по времени награждения главы Чечни с арестом подозреваемых в убийстве Немцова, один из которых служил во внутренних войсках МВД республики. Как бы то ни было, Владимир Владимирович без лишних слов, но с необычайным пафосом дал понять, что у Кадырова большое будущее. Инфопресс На прошлой неделе президент подписал указ о сокращении зарплат на 10% у сотрудников своей администрации, а также у министров и силовиков. Депутат Гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин в ответ на такой шаг предложил аналогично сократить зарплаты народных избранников, а также главы города и сити-менеджера, сообщает знак.ком. По словам Хабибулина, несмотря на то, что большинство депутатов Гордумы работают на освобожденной основе, они все-таки получают около 50 тысяч рублей в месяц на осуществление депутатской деятельности. Впрочем, предложения в итоге даже не стали ставить на голосование. Депутаты Кировского законсобрания, надо сказать, тоже однажды замахнулись на свои депутатские деньги. Правда, тогда предлагалась часть от этих средств направлеть на освещение деятельности регионального парламента в СМИ, потому как данная статья расходов пострадала в кризис. Между тем пострадала она от него далеко не одна единственная. Эмбарго сделал россиян здоровее. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, сообщает Лентару. В ведомстве заявили, что благодаря ограничению на поставки дорогих зарубежных продуктов, россияне стали лучше питаться. Санкции в первую очередь убрали с полок высокоценовой сегмент, потому что простое и дешевое, как правило, мы производим сами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сбалансированное питание, обеспечивающее должным образом белками, жирами, углеводами и микроэлементами, не обеспечивается продуктами элитной группы с высокой ценой. И приятно, что наконец добрались власти до физического здоровья россиян, потому как с психическим работа ведется уже давно и по всем фронтам. Глава Минпромторга России предложил ввести пятилетнюю осрочку от армии для талантливой молодежи. Ретвитнул сообщение аккаунта «Хроники новостей дня» ректор ВетГУ Валентин Пугач. Думается, в таком случае в России произошел бы целый всплеск не только талантов, но и гениев. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс